Всем привет! Меня зовут Костя, я разработчик в компании C-Batch и сегодня я хотел бы представить доклад о дексагональной архитектуре. Для начала пару слов о структуре доклада. Для того, чтобы понять архитектуру, по моему мнению, не нужно начинать со схем, каких-то определений, гораздо лучше начать с истории, рассмотреть предшественников дексагональной архитектуры, рассмотреть причины, по которым разработчики переходили от одного архитектурного стиля к другому и в итоге пришли к дексагональной архитектуре. Кроме того, я хочу проиллюстрировать сегодняшний доклад на примере приложения Wishlist. Это простое приложение, есть пользователи, у них есть желание и наша задача приготовить Endpoint по добавлению желания к какому-то пользователю. Итак, начнем. Первый архитектурный стиль, который мы разберем, это Big Ball of Mood. По сути, это на самом деле отсутствие архитектуры, то есть нету каких-то компонентов, нету связи между этими компонентами, у кода нету структуры, нету каких-то договоренностей, которые бы использовались при написании кода. Давайте посмотрим на слайд. Здесь у меня как раз представлен код вот этого Endpoint по созданию желания. Что мы здесь делаем? Сначала мы достаем User ID и текст желания из реквеста, потом проверяем по базе данных, существует ли у нас база пользователей с таким ID-шником. Если не существует, отправляем респонд с ошибкой. Если существует, смотрим, сколько у этого пользователя уже есть желаний. Если больше десяти, то, опять же, отправляем респонд с ошибкой. Это вот наш будет бизнес-ин-вариант, то, что желаний должно быть меньше десяти. Ну, если, соответственно, меньше, тогда добавляем новое желание для него и отправляем успешный ответ. Другими словами, в этом коде у нас присутствует обработка реквеста, работа с базой данных, отправка и вообще создание респонса, ну, а также здесь есть бизнес-логика. Получается такая ситуация, что в этом коде у нас низкоуровневые концепции, такими как работа с базой данных через драйвер, перемешанные с высокоуровневыми, например, с бизнес-логикой. Ну и, собственно, возникают проблемы. Такой код сложно читать, сложно рефакторить, и к нему невозможно написать юнит-тест. Один из первых вариантов решения этой проблемы был шаблонного уровня архитектуры. По сути, это вот такой дедушка всех шаблонов, всех архитектурных шаблонов. Итак, по Эвансу. Разбейте сложную программу на уровне. Внутри каждого уровня разработайте связанную структуру, полагающуюся только на нижнем уровне и зависящую только от них. Сосредоточьте весь код, относящийся к предметной области в одном уровне, изолируйте его от кода интерфейса пользователя, прикладных операций и инфраструктуры. Визуально это выглядит как-то так. То есть мы взяли весь наш код и разложили его по четырем уровням. Какие-то уровни. На самом верху у нас находится уровень пользовательского интерфейса. Ну, я не буду о нем много говорить, потому что он как бы был более актуален во времена сервер-сайд-рендеринга, а сейчас он, можно сказать, выродился. То есть сейчас это вот какая-то подготовка JSON для фронт-энда, например. Ниже идет прикладной уровень. Он описывает use case или сценарий использования нашего приложения. И фактически он представляет собой некоторое API для нижележащих уровней, в частности, доменного уровня. Доменный уровень – это как раз описание всей нашей логики предметной области. Здесь находятся всеми любимые и нелюбимые паттерны, такие как сущность, агрегат, события, value-objects, доменные сервисы, репозитории и так далее. Ну, и в самом низу инфраструктурный уровень у нас находится. Его задача – инкапсулировать работу с внешними сервисами, либо со сторонними библиотеками. У этой архитектуры есть одно важное правило. Компоненты каждого уровня могут связываться только с другими компонентами этого уровня или с нижележащими уровнями. Почему так? Так, ну, если бы мы разрешили хаотичные связи между компонентами двух разных уровней, то рано или поздно мы бы получили циклические связи между компонентами. При большом количестве таких циклических связей, если мы возьмем какой-то компонент, посмотрим на его граф зависимости, мы увидим, что он огромный, и в итоге наш код из-за этого становится очень хрупкий, потому что изменения в одном месте аффектят совсем другое место на совсем другом уровне, в совсем другой компоненте, где мы, в общем-то, и не ожидали получить изменения. Ну, естественно, это плохо, и вот именно поэтому есть такое правило по поводу однонаправленных связей. Давайте разберем поподробнее сами уровни. Начнем с прикладного. Как я уже говорил, он состоит из сценариев использования. Сценарии использования описаны в виде так называемых сервисов прикладного уровня. Вот здесь вот у меня на слайде как раз пример такого сервиса. Это функция CreateWish, которая описывает сценарий использования создать желание. Фактически здесь такой вот шаблонный код для сервиса прикладного уровня – это достать агрегат из репозитория и вызвать у этого агрегата метод. Ну, в общем-то, и все. То есть какой-то бизнес-лодики здесь не содержится, а сам код является всего лишь клиентом для нижележащих уровней. Точнее, ну да. Итого получается, что этот уровень используется только как вот такой вот API для доменного уровня. Ну, и в нем еще могут иногда находиться код, отвечающий за безопасность, например. То есть какие-то авторизационные правила здесь могут находиться. Итак, идем дальше. Доменный уровень в примере нашего приложения, он пока что состоит из сущности Wish и фабричной функции NewWish. Совсем небольшой. Ну, и инфраструктурный уровень состоит из некоторого компонента UserStorage, который отвечает за хранение агрегата User, и самого агрегата User с методом ApprentWish, который непосредственно содержит бизнес-лодику. Ну, я думаю, вы уже заметили, что здесь есть небольшая проблема, а на самом деле проблема довольно большая и важная. То, что в инфраструктуру каким-то образом проник агрегат User, хотя на самом деле очевидно его место в домене, потому что он является доменной сущностью и содержит в себе бизнес-лодику. Почему он в инфраструктуре? Ну, из-за того, что компонент UserStorage, ну, как бы использует вот этого юзера, а как мы уже знаем, есть правило, по которому инфраструктурные компоненты, так как они лежат ниже доменного слоя, они не могут использовать компоненты из доменного слоя. Поэтому мы не можем разместить юзер в домене, и юзер, соответственно, находится у нас в инфраструктуре. Ну, это проблема, и надо ее решать. И следующий архитектурный паттерн – это как раз решение этой проблемы многоуровневая архитектура плюс дип, то есть плюс принцип инверсии зависимости. Что это за принцип? Модули высокого уровня не должны зависеть от модулей низкого уровня, модули обоих видов должны зависеть от абстракции. Высокоуровневые модули – это как раз наш доменный уровень, то есть они находятся в домене. А низкоуровневые модули – это инфраструктурный уровень. Абстракции не должны зависеть от деталей, детали должны зависеть от абстракции. Ну, опять же, как мы уже выяснили, абстракция у нас находится в домене, соответственно, домен не должен зависеть от детали, а детали находятся на инфраструктуре. То есть домен не должен зависеть от инфраструктуры. Ну, а инфраструктура как раз должна зависеть от данного. Итак, как у нас изменилась архитектура визуальная? Мы просто взяли и перенесли инфраструктурный уровень наверх. Остальные уровни у нас остались неизменные в неизменном порядке. Давайте посмотрим, какие изменения произошли в коде. Начнем с прикладного уровня. Здесь изменений у нас почти нет. Мы все так же достаем агрегат из репозитория, вызываем метод, и, собственно, все. Единственное, что вы могли заметить, репозиторий у нас теперь находится не в уровне инфраструктуры, а он у нас перешел на уровень домена. Давайте рассмотрим, что есть теперь на уровне домена. Так было. Ну, и теперь у нас такой довольно жирный уровень домена, чего мы, в принципе, и добивались. У нас здесь есть юзер-репозиторий. Это интерфейс, который как раз описывает вот этот компонент, который отвечает за хранение пользователя. Дальше у нас есть агрегат юзер с методом appendWish, который сохраняет бизнес-инвариант. Отлично, у нас бизнес-инвариант описан на доменном уровне, то, что надо. Ну, и все так же осталась сущность wish и фабричная функция new wish. Давайте рассмотрим инфраструктурный уровень. А он у нас, наоборот, похудел, и теперь здесь только содержится компонент pg-user-репозиторий, который как раз является имплементацией интерфейса юзер-репозиторий, который находится на доменном уровне. Имплементируем мы его, ну, конкретно здесь, с использованием драйвера pg-x. Окей, мы применили к многоуровням в архитектуре принцип deep, вроде все круто, но если так немного разобраться, то можно заметить, что принцип deep мы на самом деле применили не ко всей архитектуре, а только к двум уровням, к доменному и инфраструктурному. Остальные мы вроде как и не трогали. И вот на самом деле из вот таких вот измышлений и вышла дексагональная архитектура как попытка сделать многоуровневую архитектуру более симметричной. Фактически дексагональная архитектура использует все те же компоненты, слои, но смотрит на все это немного под другим углом и вводит новые определения. Давайте рассмотрим визуальную схему дексагональной архитектуры. Она, очевидно, представляет собой дексагон. У этого дексагона есть внутренняя область и внешняя, и вне дексагона находится весь остальной мир с его сервисами, базами данных, облаками, очередями и так далее. Во внутренней области у нас находится модель предметной области, другими словами доменный уровень, который мы рассматривали до этого. И он оборачивается в приложение, то есть в уровень приложения, который мы тоже рассматриваем. На гранях вот этого внутреннего приложения, внутреннего дексагона у нас находятся порты. У порта нет четкого определения, но, как мы можем понять, в принципе, его задача либо отправить информацию внутрь к модели предметной области, к доменному уровню, либо, наоборот, эту информацию куда-то вовне отправить. Ну и, соответственно, для модели предметной области портами будут являться сервисы уровня приложения, о которых мы уже говорили. То есть некий API для вот... Получается, у нас как бы на гранях внутреннего дексагона располагается некий API к нашему внутреннему приложению. Ну и во внешнем дексагоне у нас находятся адаптеры. Задача адаптировать адаптера, исходя из названия, адаптировать информацию от внешнего мира и пустить ее в порт, либо, наоборот, адаптировать информацию, полученную от порта, то есть от внутреннего приложения, к пустить ее во внешний мир. Давайте повторим еще раз. Адаптер преобразует входную информацию от клиента в данные, понятные для API-приложения, и адаптер преобразует результат работы приложения в данные, понятные другим сервисам. Дексагональная архитектура делит систему на внутреннюю и внешнюю. Вот здесь я написал примеры портов и адаптеров. Давайте разберем их. Первый пример – это интерфейс User Repository, который находится в доменном уровне. Портом для него, ой, адаптером для него будет служить реализация вот этого интерфейса для конкретной базы данных или, возможно, какая-то in-memory реализация, которая поместит данные в оперативную память. Например, здесь адаптером будет реализация PG User Repository. Следующий пример порта – это сервис уровня приложения GreatWish, который описывает вот этот наш use case по созданию желаний. Адаптером для него будет HTTP-хендлер, RabbitMQ-консюмер, ну, то есть что-то, задача, чего адаптировать информацию, ну, запрос от какого-то клиента, от HTTP, от MQP-клиента, это неважно, в принципе, от какого клиента и по какому протоколу, адаптировать эти данные в данные, понятные в сервис уровня приложения GreatWish. Ну и третий пример порта. Я, в принципе, в коде его не приводил, но давайте представим, что у нас, нам необходимо при создании желания отправлять куда-то нотификацию о том, что желание создано. И на уровне домена мы создали интерфейс Notifier. Это будет наш порт. А адаптером для него во внешнем уровне, в инфраструктурном, будет некий Gmail Notifier, например, или бы SMS Notifier. То есть какая-то конкретная реализация этого интерфейса, использующая конкретный транспорт. Итого, какой профит мы получаем от гексагональной архитектуры? Такую архитектуру проще тестировать. Ну, так как мы выделили порты и адаптеры, мы из коробки получаем такое свойство, что адаптеры, они как бы могут быть для сервисов реального мира, то есть для каких-то баз данных, облаков и так далее, так и для каких-то тестовых сервисов. То есть адаптер может быть моком, грубо говоря. И когда нам нужно написать юнит-тест и замокать базу данных, мы просто делаем моковый адаптер для какого-то репозитория, например, и пишем юнит-тест без использования внешних зависимостей. Проще рефакторить. Так как мы выделили код предметной области отдельно, мы сделали отдельно для него API, инфраструктурные вещи мы также положили в отдельный слой, и при этом еще все зависимости у нас однонаправленные получились. Все эти свойства, они очень помогают при рефакторе. Проще заменять компоненты. Опять же, это свойство следует из того, что мы выделили порты и адаптеры. И если вот, например, рассмотреть довольно частый юзкейс, когда наше приложение работало по HTTP, и у нашего приложения появился новый клиент, который будет общаться с нами по gRPC, чтобы вот этот вот gRPC-компонент подтянуть к нам, мы просто делаем соответствующий адаптер. gRPC-адаптер, при этом не изменяя логику внутреннего приложения. Не трогай. Проще разрабатывать, но это не точно. Почему проще разрабатывать, с одной стороны? Ну, мы можем поделить разработку на этапы. Мы можем разработать полностью внутреннее приложение, написать всю бизнес-логику, полученную там от доменных экспертов, от аналитиков, и покрыть это внутреннее приложение юнит-тестерно. Тем самым мы будем полностью уверены, что мы описали приложение правильно, и при этом мы даже не знаем, какие у нас будут клиенты, с какими базами мы будем работать. То есть это мы отложим на потом, когда будем делать внешнее приложение. С другой стороны, такой подход требует определенной квалификации от разработчиков. Кроме того, наверное, даже большая проблема в том, что когда приходит новый разработчик в команду, его надо во все это погружать, это все требует времени и сил. Какие показания и противопоказания к применению диексагональной архитектуры я могу выделить? Ну, первое из показаний – это богатая доменная логика. Тут логика простая. Чем у нас домен богаче, чем бизнес-логики больше, тем больше и профита, соответственно, от выделения этой логики в отдельный слой. Юниты – функциональное тестирование. Ну, об этом мы уже говорили, я повторяться не буду. То есть очевидно, что диексагональная архитектура из коробки содержит в себе удобные механизмы для написания юниты функциональных тестов. Постоянно растущая кодовая база. Так как у нас весь код мы разложили по полочкам, мы четко знаем, что вот сюда мы пишем инфраструктуру, вот здесь вот у нас бизнес-логика, здесь API к ней удобный. Соответственно, при внесении изменений мы тоже знаем, куда пойти, скажем так, куда эти изменения внести. И еще из-за того, что у нас однонаправленные связи, мы не боимся зааффектить какие-то неожиданные места нашего приложения. Это все способствует тому, что нам, в принципе, намного более удобно вносить изменения в нашу кодовую базу. Ну и микросервисы. Почему микросервисы? Когда мы пишем микросервисы, мы используем много таких штук, типа трейсинг, рейт-лимиттеры, циркут-брейкеры, какие-то логирования и так далее. В общем, много таких инфраструктурных вещей, которые мы не хотели бы их смешивать с бизнес-логикой. Мы хотели бы их держать отдельно, чтобы можно было их отдельно настроить и не аффектить бизнес-логику. И бизнес-логику, соответственно, мы хотели бы держать отдельно. Гексагональная архитектура как раз об этом. Итак, а какие противопоказания? Ну, первое – это CRUD. Create, read, update, delete. Скажем так, если ваше приложение простое настолько, что его можно сгенерировать какими-то инструментами, то, ну, наверное, стоит так и генерировать. То есть не стоит тащить лишнюю сложность. Прототип. Когда мы разрабатываем прототипы, очевидно, у нас в приоритете стоит скорость разработки. А гексагональная архитектура, она все-таки имеет некоторое количество boilerplate кода, такого, то есть шаблонного кода, и тратится на ее разработку больше времени, соответственно. Ну, и для прототипа это, наверное, будет некий оверкил. Мелкие приложения, скрипты и тому подобное. Здесь, на самом деле, те же соображения, что и по поводу прототипа. То есть просто гексагональная архитектура будет оверкилом для простых ситуаций. Ну, а теперь поговорим о гексагональной архитектуре немного в контексте Go. На самом деле, есть два способа имплементировать эту архитектуру. Первый – это написать все самому руками просто. Ну, на самом деле, отличный способ. И второй – это взять фреймворк GoKit. Что это за фреймворк? По сути, это набор библиотек для создания внешней части системы, то есть внешнего гексагона. И также набор библиотек для создания портов, то есть портов к внутренней части системы. Здесь на схеме вот у меня представлена все так же схема гексагональной архитектуры. И зеленым я выделил те места, которые помогают нам имплементировать GoTit. В первую очередь, это… Обратите внимание на грани внутреннего приложения. Как я уже говорил, на гранях у нас находятся порты, которые ведут к внутреннему приложению, по сути, являясь его API. Так вот, в терминах GoTita эти порты называются endpoints. Ну и все так же у нас есть внешнее приложение, в нем есть адаптер, и адаптер я тоже выделил зеленым цветом, то есть GoTit позволяет нам создать адаптер. Давайте посмотрим, как это, в принципе, происходит. Начнем с endpoints. Здесь представлен код создания endpoints с использованием GoTita. Основная полезная нагрузка кодовая осталась все той же. То есть мы берем репозиторий, достаем агрегат юзера и вызываем метод. Добавились реквесты и респонсы. По сути, это просто структуры, которые инкапсулируют входные и выходные параметры. То есть, можно сказать, это реквесты и респонсы уровня приложения, внутреннего приложения. А теперь рассмотрим, как у нас создаются адаптеры. Адаптеры создаются в таком декларативном стиле, то есть мы описываем, что у нас должно быть на выходе, из каких компонентов этот выход должен состоять, а GoTit уже все это склеит вместе. Сначала мы описываем, соответственно, порт, то есть endpoint, который мы будем адаптировать. На этом примере я endpoint обернул в middleware, какой-то aus middleware, то есть авторизационный middleware у нас есть. Далее мы описываем, передаем на вход конструктору адаптера две функции – декодера реквеста и энкодера респонса. Задача декодера реквеста – принять реквест от внешнего мира, например, http-реквест или mqp какой-то реквест и преобразовать его в реквест, понятный нашему endpoint, нашему порту. А задача энкодера – взять респонс, полученный от порта, и преобразовать, соответственно, в респонс для внешнего мира. Ну и финально мы передаем ему некоторый, передаем конструктору адаптеров некоторый набор опций. Здесь я для примера использовал какую-то опцию в виде кастомного обработчика, устанавливаю свой кастомный обработчик ошибок. Ну, как раз сюда можно добавить какие-то rate limiters, там, какую-то трассировку и так далее. Ну и на выходе мы получаем готовый адаптер. В данном примере я тут создал два адаптера, один для http, а второй для mqp. Ну и последнее, о чем я хотел бы рассказать, это о упомянутой ранее проблеме boilerplate кода. Что за… о каком boilerplate коде идет речь? Вот как раз о том, о котором я говорил на предыдущем слайде, нам нужны реквесты, респонсы для внутреннего и для внешнего слоя. Кроме того, нам нужен код маппинга одних реквестов на другие, одних респонсов на другие. Это, ну, зачастую это полностью шаблонный и простой код, и его довольно утомительно бывает писать руками. Соответственно, в готите есть способ руками его не писать, а использовать кодогенерацию. Кодогенераторов есть довольно много конкретно для готита. Ну, мне как-то больше всего нравятся вот эти два. Первый – титген. Это кодогенератор, находящийся в репозитории с готитом, и он генерирует шаблонный код на основе доменной модели. А кодогенератор Truss, он как бы идет от обратного и генерирует шаблонный код на основе уже таких инфраструктурных вещей, например, proto-файла. Какой из этих генераторов брать, решать, естественно, вам. Но я бы сказал, что если вы заинтересованы в долговременном использовании готита, то, наверное, не стоит их брать первые пару проектов, а стоит писать все руками самому. Как бы вы поймете эту боль, и заодно вы больше поймете о внутренностях готита, о принципах его работы, что будет, несомненно, полезно. На этом все. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов. Спасибо, Константин. Очень интересный доклад. У меня есть вопрос практического свойства. Пожалуйста. Довольно часто мы наблюдаем, как наше приложение превращается в комок грязи прямо на глазах. Мой личный рекорд, который я сам своими руками сделал это, за полтора месяца я превратил приложение в неподдерживаемый, неразвиваемый кусок программного кода. В командном зачете мы однажды справились за три месяца. Это, конечно, не был ГО, потому что... Ну, то есть это был перл, но шестиугольная архитектура, в общем-то, не специфична для ГО. Так вот, что делать? Во-первых, что делать, когда ты видишь, как начинает твое приложение, как открывается портал в Инферно? Ну, во-первых, так если подумать, а почему, собственно, приложение превращается в комок грязи? Зачастую можно услышать вот такую вещь, говорят, абстракции текут. То есть в какой-то момент мы забиваем на наш красивый там доменный слой, на то, как мы выделили инфраструктуру, и у нас случается протечка инфраструктуры в домен обычно, ну, одних слоев других, там, на самом деле, не суть важна. Важно то, что абстракции у нас начинаются перемешиваться, мы начинаем выбирать путь, который не подходит нашей стратегии, которая была изначально. Ну, собственно, почему они текут, из-за чего? Ну, я бы выделил две вещи. Первое – это человеческий фактор, второе – это инструменты. Человеческий фактор, что это значит? Ну, когда мы пишем по DDD или там по дексиканальной архитектуре, у нас есть некоторый набор договоренностей обычно. И вот эти договоренности, они, ну, как бы могут чисто на уровне дисциплины поддерживаться, если приходит новый разработчик, либо какой-то из старых разработчиков, в какой-то момент, ну, может просто надоеть, надоеть писать по-правильному, грубо говоря. И человек начинает придумывать свои какие-то вещи, которые в итоге приводят к тому, что абстракции текут. И второй момент – это инструменты. Ну, как бы не секрет, что есть языки, которые лучше подходят для выделения там доменной области для написания бизнес-логики, есть языки, которые чуть хуже подходят. Го, например, обычно относят ко второму типу. В принципе, о чем я говорю, вот, на примере. Если мы пишем доменную область, нам очень важно сохранять бизнес-инвариант, так называемый. Бизнес-инвариант – это когда вот бизнес говорить так и по-другому быть не может. Например, у нас есть заказ, и сумма заказа должна быть равна сумме всех его составляющих. Вот то, что я сейчас сказал, это, соответственно, бизнес-инвариант. Так вот, в ГО, можем ли мы такой бизнес-инвариант поддерживать? Если мы рассуждаем на уровне одного пакета, то, к сожалению, нет, потому что у нас нету приватных полей относительно области видимости структур, например. Если мы говорим о взаимодействии пакетов, то в этом случае мы уже можем поддерживать бизнес-инвариант. Поэтому вот относительно ГО – это вот такой инструмент, и надо быть осторожным, и иногда, если не осторожничать, то он может поставить палку в колесо, скажем так. Иногда, да, приходится одну единственную структурку уносить в отдельный пакет только для того, чтобы запретить прямой доступ к ее полям. Да, да, так бывает. А, ну и, соответственно, что делать? Выбирать хорошие инструменты, выбирать хороших разработчиков, напоминать им об этом. Делай, нормально будет, да. Ну да, это универсальный ответ, но я думаю, он тут подходит. Ну да, куда угодно подходит. Я вот в процессе ответа понял, что на самом деле проблема-то еще жестче. Мы… Я посвятил пять лет жизни стартапам. Стартап строится обычно совсем не от бизнес-логики. Обычно к тому моменту, как мы начинаем строить стартап, никакой бизнес-логики еще на свете не существует. Существует только идея, и мы должны как можно быстрее написать код, чтобы эту бизнес-идею проверить, и сама бизнес-логика будет появляться в процессе реализации бизнес-идеи. То есть мы начинаем строить приложение совершенно с другого конца. Мы начинаем строить его с той картинки, которая будет видна, ну, в современном мире в браузере. Как в этой ситуации строить хексагональную архитектуру, если мы начинаем с наружных слоев? От внутренних понятно, как делать нормально. А как, если мы начинаем с наружных? Ну, действительно, такая проблема есть, но она, наверное, больше к монолиту относится, к монолитным приложениям, где мы не можем все вытянуть и переписать по-новому. А если мы как бы существуем в мире микросервисов, то вот это нам поможет. То есть у нас есть небольшие единицы работы, мы можем их подменять, заменять и переписывать без больших каких-то затрат, на самом деле. Да, хороший момент, но каждый раз, даже когда я сам изобретаю микросервисную архитектуру, она очень быстро, я не уверен, что это имеет отношение, это часть вопроса, не уверен, что это имеет отношение к шестиугольной архитектуре, но каждый раз, когда я пытаюсь создать микросервисную архитектуру, у меня в первой итерации выходит распределенный монолит, когда компоненты связаны между собой так же жестко, как в монолите, но при этом они еще зачем-то распиханы по разным процессам и разным машинам в кластере. Во-первых, шестиугольная архитектура поможет ли нам справиться с таким сползанием в распределенный монолит? И во-вторых, вообще пересекается ли проблема распределенного монолита с шестиугольной архитектурой? Ну, на самом деле, не слишком пересекается. Наоборот, распределенный монолит предполагает, что его не такой сложно распилить на микросервисы. То есть логически получается он уже... Это же не так, если распилить. Это же не так. Это же кошмар, да? Когда у меня есть API, и он реализован. Какая разница для монолита? Реализован он у меня через gRPC или он у меня реализован через внутренние вызовы? Я все равно, если у меня сильная связанность, то у меня сильная связанность. Если у меня пяток микросервисов надо задеплоить, чтобы одну единственную бизнес-фич выкатить, значит, у меня распределенный монолит. Ну, если у вас сильная связанность, это уже, к сожалению, не проблема дексагональной архитектуры, это там проблема принципов GRASP и так далее. Дексагональная архитектура, она все-таки больше о связях между вот слоями, компонентами, внутренним и внешним приложением, чем о том, как компоненты связаны внутри слоев между собой. А тут же как раз проблема монолита в том, что компоненты доменного уровня, они все там перемешаны, связаны. Ну, и всех прочих уровней тоже. И эту связь сложно разбить, получается. Ну, что вот мне кажется, что можно было бы попробовать? Можно было бы попробовать, во-первых, следить за тем, чтобы область ответственности одного микросервиса никогда не пересекала границу шестиугольника своего. И возможно, возможно, чтобы не выбиралось из слоев. Да, но это уже вопрос проектирования более высокого уровня. Тут уже идет вопрос о доменных контекстах, как правильно мы их разбили, как мы всю эту правильно логику разложили на самом верхнем уровне, получается, да. О-о-о. А дексагональная архитектура, она больше как бы уже вот когда мы разбили по контекстам, выделили у этих контекстов языки, разложили эти контексты по полочкам, какие относятся к бизнес-ядру, какие у нас там чисто за авторизацию отвечают и все такие вещи. И вот когда мы уже хотим реализовать, тогда мы уже берем дексагональную архитектуру и как-то эти микросервисы делаем на его основе. Вопрос из зала. Не кажется ли вам, что шестиугольная архитектура это натягивание совы на глобус в случае его? Не лучше ли чистая архитектура от дядюшки Боба? Я не уверен, кстати, что они конфликтуют. Они совсем не конфликтуют. На самом деле чистая, луковая, дексагональная это все такие подвиды многоуровневой плюс дип-архитектуры, точнее архитектуры, которые вышли из нее. Тут больше разница, куда смотрят эти архитектуры. Чистая архитектура, там, луковая, они больше смотрят внутрь, как бы, внутрь слоев, что-то внутри в слоях, там, как у нас репозитории должны быть, там, как агрегаты выделить и так далее. А вот дексагональная, она наоборот. Больше о взаимодействии между слоями, и поэтому ее второе, как бы, название, и зачастую более популярное, это архитектура портов и адаптеров. То есть она о портах и адаптерах, на самом деле. Длинный вопрос из зала, я его зачитаю. Так, коллеги, простите меня, пожалуйста, я так увлекся собственными вопросами к докладчику, что не успел прочесть ваши. Пожалуйста, сейчас докладчик перейдет в спешл-чат и ответит там на ваши вопросы. Я не успел прочесть как минимум три вопроса из чата. Извините меня, пожалуйста, и отправляйтесь с докладчиком в спешл-чат. Константин, спасибо. Да, пожалуйста. Всего хорошего. Продолжение следует...